Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Живи и радуйся и в самом центре Мюнхена, возле Мариенплац, возле Ратуши главной достопримечательности Мюнхена. Расположен старый рынок. Здесь продаются, здесь продаются, стоят палаточки, продаются очень много солений, оливок, овощей, фруктов, сыров, сувенирной продукции. Люди выжимают свежевыжатый сок, много кафешек и люди здесь проводят неплохо время, могут перекусить, могут развлечься, могут кое-что попробовать. Давайте же пройдемся и посмотрим. В этом павильоне можно купить морепродукты и их вам сразу приготовят. Даже есть лангусты. Можно посидеть и насладиться. На этом рыночке есть павильончик с грибами. Смотрите, какие классные боровики. Лисички. Даже есть трюфеля. Павильон. И прямо здесь пахнет лесом. Вообще на этом рыночке можно купить много из продуктов, очень много оливок, очень много всяких разных намазочек, соусов. Некоторых павильончиков даже можно полакомиться, попробовать. Всякие соленья. Ого, какой сыр. Это сырная лавка. В основном здесь продаются продукты частного производства. Какие-то фермерские хозяйства. Этот рынок очень популярен как у туристов, так и у местных жителей, потому что здесь свежие продукты всегда. Здесь съемочная группа снимает какой-то фильм, уже не первый раз на них натыкаюсь, про полицейских. Может кого-то из знаменитых актеров можете увидеть, но смотрите, зато действительно какая красивая панорама. И посреди этой площади стоит вот такой столб. На самом берегу вывешиваемый флаг пивоварни, которая сегодня разливает пиво. И посмотрите, какой огромный выбор здесь оливок. Бесконечный прилавок. И большим спросом здесь пользуются маринованные соленые огурцы. Уже вижу не первую пару людей, которые идут, в руке держат огурец и просто кушают, грызут. Можно посмотреть не только на съедобные какие-то вкусности, но и на красоту. Уже начинаются, видимо, рождественские ярмарки. Очень много сувенирной такой продукции. Хендмейд. Очень люблю такие павильончики. Боже, а запахи здесь, какие ароматы. Вам не передать. Свинка Пеппа. Почти что. И для любителей экзотических овощей. Большие павильоны и с грибами, и с овощами. Видите, сколько видов помидоров. Конечно, нас особо не удивишь этим, но зато здесь выставлено все так красиво. Овощи. Каждая ячеечка заполнена. Ну и, соответственно, цены. Давайте сравним. Вот чернослив. Сливки. Стоит 5,6. А в магазине 2,6 стоит. Так, что еще я могу сравнить. Не вижу цен, к сожалению, на многие товары. Но, соответственно, здесь будет дороже немного. Вся площадь уставлена вот такими вот интересными сантанчиками. С татами. Это, не знаю, если честно, эту руку кровавую всунули. Или это так должно быть. Давайте еще раз посмотрим. Ну, не совсем понятно. Кажется, классический памятник. Причем здесь эта кровавая рука. Также есть спиртные здесь напитки. Можно продегустировать и купить. Целые вот такие вот ряды. Наливают малюсенькими стопочками. Люди стоят и дегустируют. Это также частные домашние хозяйства. Но особенно мне нравятся цены на сушеные яблоки. Мама, тебе привет. Ты у меня золотая. И я у тебя буду тоже покупать под этим же ценом яблоки. Чтоб тебе было приятно. Кто не допонял насчет цен. Цен 1 килограмм примерно на 40 евро. Чуть-чуть меньше 38. Будем пробовать хлебушек. Вот такие вот большие буханки. И можно попробовать. И очень разная картошка от батата. Красная картошка. Или это стекла? Нет, красная картошка. И посмотрите на цены. Килограмм 4 евро. Вот такой медленькой картошечки. На этой замечательной носе хочу закончить. Обязательно здесь есть возможность. Переходите на этот рынок. Попробуйте на халяву оливки и сыр. Но слишком много не пробуйте. Потому что я попробовала очень острое. Теперь хожу и мучаюсь. Очень спейси. До новых встреч. Поставьте лайк обязательно. Мне будет очень приятно, что вы оценили меня. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok